Сейчас будем запускать мячик в космос Гравитация бессердечная, тыс Ладно, кажется, надо бросить посильнее Ну ладно, шутки шутками, но логично, что чем сильнее я кидаю мяч, тем дальше он летит, но потом он падает Но для многих из вас не секрет, что в принципе, в теории, я мог бы бросить его достаточно сильно, чтобы придать ему необходимую скорость для того, чтобы он уже никогда не упал и вышел на круговую орбиту вокруг Земли Скорость, которую называют первой космической, и траектория Си, показанная на этой схеме пунктиром Кстати, заметили, что тут на схеме не ракета, а пушка Ну и правда, идея запуска объекта в космос с помощью пушки очень старая Еще Жюль Верн в 19 веке описывал в своем романе «Путешествие на Луну» в снаряде, запущенном гигантской пушкой А что, может, идея уж и не такая плохая? Ведь в моей демонстрации с мячом проблема не в мяче, а в моих хиленьких ручонках И если заменить меня на действительно мощную пушку, может, получится запустить объект в космос? Получится! И более того, это уже делали Сегодня я хочу поговорить не только о космических пушках, а сразу о трех технологиях безракетного или отчасти безракетного запуска в космос Кроме пушек, которые еще тоже разными бывают, я хочу рассказать о космическом трамвае на магнитной левитации и о пусковой петле Ловстрома У этих технологий есть кое-что общее и в то же время много различий и своих плюсов и минусов Так что давайте поговорим об этом всем поподробнее Я Андрей, и вы на канале Космос Просто Это не новое космическое шоу на Нетфликсе Это мульт? О дебетовой карте Тинькофф Блэк с космическим дизайном? Да, и этот выпуск выходит при поддержке Тинькофф Банк Кстати, недавно Тинькофф вошел в список 13 системно значимых банков Это самые крупные и влиятельные организации финансового сектора России Я сам уже несколько лет пользуюсь картой этого банка, зато теперь у нее может быть вот такое крутое тематическое оформление от Лэйзи Скуэр Естественно, это не просто карта с клевым дизайном, у нее еще есть свои фишки Во-первых, кэшбэк, который приходит настоящими рублями, которые можно хоть в банкомате снять До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф До 15% кэшбэка на три выбранные категории трат 1% с любых покупок по карте И до 6% годовых на счет каждый месяц Но это не все Среди моей аудитории точно много тех, кто покупает игры в Стиме, в PSN, Xbox и других игровых магазинах Так вот, там 20% кэшбэка Плюс 15% возвращаются за заказы, сделанные в Яндекс.Еде и Деливери Клаб А еще 10% за покупки в App Store, Google Play, Spotify и YouTube Ну и, конечно, не забываем о том, что наличку можно снимать в любых банкоматах бесплатно И бесплатно переводить с карты на карту и по номеру телефона в любой банк Переходите по моей ссылке в описании Если вы оформите карту по ней до 31 октября, у вас будет бесплатное обслуживание навсегда Во-первых, если идея такая старая, почему ей до сих пор активно не пользуются, а в основном все только ракеты да ракеты Ну, причины есть Но это не значит, что попыток создать безракетную технологию запуска не было И что от этой идеи отказались совсем Первое очевидное преимущество того, чтобы, ну, каким-либо способом, грубо говоря, выстреливать аппарат в космос В том, что в данном случае аппарату не придется нести с собой столько топлива Как мы знаем, основная часть массы современных ракет это топливо И это один из факторов, делающих космические запуски такими дорогими Поэтому в теории безракетные запуски при определенном раскладе могут стать значительно дешевле ракетных Давайте начнем с космических пушек в наиболее привычном для нас понимании Я что-то там сказал о том, что объект в космос с помощью пушки уже выводили Да, я говорю о проекте ХАРП Именно ХАРП, а не ХААРП ХААРП это другой проект, и тоже, кстати, интересный Проект по исследованию ионосферы, с которым связана куча конспирологии Что якобы они своей установкой и погодой управляли, и чуть ли не болезни наводили, и так далее Но это совсем другая история, напишите, кстати, в комментариях, если было бы интересно разобрать ее поподробнее В общем, проект ХАРП, с одной A, расшифровывается как High Altitude Research Project Проект высотных исследований Это был американско-канадский проект в 60-х годах прошлого века Проект занимался изучением верхних слоев атмосферы, входа объектов в атмосферу И да, изучалась возможность запуска спутников с помощью пушки Гигантская пушка за счет давления расширяющегося газа выстреливала снаряд Вот, кстати, одна из пушек на Барбадосе ржавеет уже в наше время В максимуме в рамках проекта удавалось выстрелить 180-килограммовый снаряд на высоту в 180 же километров Что значительно выше линии Кармана, общепринятой по условной границе космоса И выше туристических полетов и Virgin Galactic и Blue Origin То есть пушка действительно запускала снаряды в космос Только знаете, какие перегрузки при этом мог испытывать снаряд? 5G? Может быть, 10G? Хм, до 25 тысяч G! В общем, в такой снаряд человека засовывать точно не стоило бы В итоге снаряды падали обратно на Землю, точнее в океан И ни один аппарат так и не удалось вывести именно на стабильную орбиту Хотя и были разработки аппаратов из нескольких ступеней, у которых были бы свои двигатели И что в итоге могло бы вывести аппарат уже на орбиту Но этого так и не случилось, и проект был закрыт Правда, тут история не закончилась После ХАРП уже в 80-х, начале 90-х был подобный проект ШАРП Аббревиатура та же, но с добавлением слова СУПЕР в начале Это тоже был правительственный проект Но там в итоге не было выделено необходимого финансирования И до полноразмерных тестов дело не дошло Были и другие схожие проекты в разное время Но есть и более современные попытки разработать космическую пушку Например, проект Quick Launch Это, по сути, идейное продолжение ШАРП И возглавляли компанию Quick Launch люди, работавшие над проектом ШАРП Но это уже была частная компания Только масштабы планировалось увеличить в разы Если длина пушек в предыдущих проектах была, ну, несколько десятков метров, то тут Планировалось создать пушку длиной в 1 километр и 100 метров Еще одно отличие в том, что эта гигантская легкогазовая пушка должна была размещаться не на суше, а в океане После того, как происходит выстрел и снаряд покидает ствол, он сбрасывает внешнюю оболочку Далее на высоте в 100 километров отделяется оболочка, защищающая аппарат во время прохождения через атмосферу На высоте 450 километров зажигаются ракетные двигатели Предполагалось, что таким образом можно было бы выводить на орбиту спутники, космические аппараты Или же пополнять запасы на специальных топливных депо на орбите, которые могут служить для заправки аппаратов в космосе Хоть такое сооружение было бы и не дешевым, но авторы оценивали, что в перспективе оно могло бы себя окупить И снизить стоимость запуска килограмма груза в космос примерно до 550 долларов Можно было бы так отправлять людей в космос? Ну, перегрузочки тут составляли бы около 5000 джем И руководитель Quick Launch Джон Хантер говорил следующее Человека бы в таком аппарате, вероятно, жалобы до половины размера, вызвав мгновенную смерть Ммм, не очень Но что там с этой компанией сейчас? В 2010-м еще шла активная работа, но сейчас сайт компании доступен только в архиве Компания не функционирует Вот прямая цитата Джона Хантера Сейчас, с тем, что Илон Маск делает со SpaceX, для такого проекта как Quick Launch, места нет Так что пока идеи стрелять из легкогазовой пушки своего применения не нашла Но есть и кое-что получше А то пушки, взрывы, расширяющийся газ Окей, бумер Как насчет магнитной левитации? Итак, космический трамвай Ну, вообще, сегодня магнитной левитации уже никого не удивишь И тебе недорогие сувениры И работающие линии поездов, которые используют магнитную левитацию Или, коротко, маглев Так вот, один из изобретателей технологии маглев-поездов на сверхпроводящих магнитах Джеймс Пауэлл вместе с инженером Джорджем Мэйсом придумали концепцию StarTram Использовать маглев для запуска аппаратов в космос Тут, конечно, по сравнению с предыдущими проектами масштаб конструкций становится еще эпичнее Современные маглев-поезда используют систему электромагнитов Часть которых нужна для левитации поезда над треком Часть для стабилизации, чтобы поезд, грубо говоря, ехал ровно и не бился об стены И, конечно, магниты для ускорения Они, например, размещаются по бокам трека В них постоянно переключается полярность, за счет чего поезд ускоряется Чем выше частота переключения, тем выше скорость Скорость тестового японского маглев-поезда на сверхпроводящих магнитах превышает 600 км в час И это не предел Можно ехать и быстрее Но тут и сопротивление воздуха, и затраты энергии возрастают при увеличении скорости так, что После определенного предела повышать скорость становится нецелесообразно Итак, общий принцип действия StarTram схож с маглев-поездами Также исключаем трение с треком за счет магнитной левитации Также ускоряем аппарат с помощью электромагнитов Но для того, чтобы запускать подобным образом аппарат в космос, нам нужна намного большая скорость Поэтому StarTram, согласно концепции, должен был разгоняться в тоннеле с вакуумом Вот схема системы запуска StarTram из статьи авторов концепции Вот тут на Земле располагается ускорительный вакуумный тоннель, где аппарат разгоняется подобно магле в поезду Но уже без сопротивления воздуха, что позволяет ему достичь намного более высоких скоростей Но ведь рано или поздно аппарат тоннель покинет и опять окажется в атмосфере Именно поэтому затем после участка ускорения начинаются сегменты трубы, которые поднимаются в воздух Идея в том, чтобы поднять тоннель достаточно высоко, чтобы аппарат покинул его там, где плотность атмосферы уже гораздо ниже Если бы при планируемых скоростях для выхода в космос в 8 км в секунду аппарат попал бы в условия обычного атмосферного давления, он бы тут же разрушился А вот на высоте более 10 км атмосферное давление составляет всего несколько процентов от давления на уровне моря Было предложено две версии Система для вывода в космос только груза с более высокими перегрузками, около 30G В этом случае пусковую трубу можно было бы построить на горе А вот для того, чтобы запускать на космическом трамвае в космос людей, предлагается вторая версия с перегрузками всего 2,5G Но тут нужен более плавный подъем и высота, до которой доходила бы труба, составляла бы около 20 км А гор на Земле таких нет А строить что-то вроде моста длиной 1600 км, который еще и поднимается на высоту 20 км, звучит не очень реалистично Поэтому авторы концепции предложили другую идею, которая, правда, тоже звучит, не сказать, что легко выполнимой Поднимать трубу тоже с помощью магнитной левитации Ничего себе так! Вот еще одна схема из той же статьи На Земле располагаются сверхпроводящие кабели И также сверхпроводящий кабель с пусковой трубой левитирует над землей При этом труба удерживается вертикальными тросами и тросами под углом На конце труба хоть и открыта, но в условиях разреженной атмосферы и на высоте это не так критично Плюс утечку газа в трубу должны компенсировать специальные насосы После того, как аппарат покидал бы трубу, он бы включал обычные химические ракетные двигатели для достижения финальной орбиты По мнению авторов статьи, такая система могла бы значительно снизить стоимость запусков в космос Их статья так и называется Старт-Рэм, пусковая система ультра-низкой стоимости Ну, постройка конструкции, конечно, была бы не очень дешевая Полную стоимость постройки системы для запуска только грузов оценивали примерно в 20 миллиардов долларов А вот для запуска уже пассажиров в 60-70 миллиардов Тем не менее, в перспективе, опять же, по мнению авторов При условии, что один такой трамвай мог бы запускать до 100 тысяч тонн груза в космос за год В итоге стоимость подъема одного килограмма могла снизиться до всего 30 долларов В начале 2000-х авторы прикидывали, что грузовой Старт-Рэм мог бы начать работу уже в 2020 году Но, как мы видим, что-то нигде нет космических трамваев Я, к сожалению, не нашел информации о том, что сейчас велась бы какая-то активная разработка этой концепции И, учитывая ее масштабность, это неудивительно На самом деле, это еще не предел по масштабности Конструкция высотой 20 километров Поддержимый лимонадик, сказала петля Лофстрома Пусковая петля, или петля Лофстрома, по имени автора идеи Как может показаться на первый взгляд, напоминает концепцию космического трамвая Из общего тут наличие вакуумной трубы Огромная длина и высота конструкции Использование электромагнитов Но дальше начинаются принципиальные различия Петля Лофстрома — это огромная структура длиной в 2000 километров Которая поднимается на высоту уже не в 20, а в 80 километров То есть вот этот разгонный прямой участок находится уже почти в космосе Правда, на таких визуализациях толщина элементов структур намного преувеличена На самом деле, они должны быть настолько тонкими Что с такого расстояния, как здесь, основу их конструкции мы, скорее всего, не увидели бы Очевидный вопрос Как эта махина должна подниматься и удерживаться на такой высоте? В отличие от StarTrend, тут в ход идет немагнитная левитация Автор концепции Кейт Лофстром в своей статье, где описывает технологию Объясняет то, как она работает на аналогии с водой Если взять шланг, положить его на землю, а затем направить в него мощную струю воды Легко представить, как шланг начнет извиваться и при определенном направлении он даже может подняться в воздух А теперь представьте, мы не просто бросим шланг и дадим ему извиваться под действием воды как угодно А зафиксируем его в определенном положении с помощью веревок При желании можно из этого шланга сделать что-то вроде арки, поднимающейся над землей Притяжение земли действует на шланг, а струя воды направленная вверх ударяет о его стенку, заставляя подниматься Так вот в петле Лофстрома действует похожий принцип, только вместо воды используется так называемый ротор Это длинный металлический кабель, состоящий из множества сегментов и диаметром всего в 5 см Вот так выглядит основа конструкции в разрезе Это вакуумная труба, шланг в нашей аналогии А это металлический кабель, называемый ротором В этом случае прямого касания нет, так как ротор в вакууме удерживается магнитами и не касается стенок Он приводится в движение электромагнитами И разгоняется до очень высоких скоростей, до 14 км в секунду Ротор представляет собой петлю, то есть он закольцован Хоть и нет прямого касания со стенками трубы, как в случае с водой и шлангом Раскрученный ротор оказывает магнитное воздействие, направленное вверх И тем самым поднимает конструкцию А система из стабилизирующих кабелей делает всю конструкцию, ну, стабильной Еще ротор можно сравнить с ковбойским лассо, только еще внутри какой-то оболочки Вот уж, совсем простенькая картинка Тут находятся электромагниты, которые приводят ротор в движение Но видно саму петлю На высоте параллельно идут две трубы, в которых ротор движется в противоположных направлениях В начале прямого участка на высоте 80 км с двух сторон находятся платформы, с которых производится запуск С платформ спускаются кабели, по которым производится подъем наверх Кстати, плюсы такой высоты в том, что сопротивление воздуха уже почти не является проблемой В то же время высота еще не такая, чтобы большой проблемой стал космический мусор, который мог бы сталкиваться со структурой Вдоль трубы с ротором размещаются электромагнитные треки И специальные капсулы, опять же на электромагнитах, подобно Моглеву, удерживаются над треками и разгоняются тоже за счет ротора Ускорение может быть в районе 3G, что вполне подходит для запуска людей Когда капсула достигает необходимой скорости, она уже покидает разгонный участок, поднимается И дальше при необходимости могут включаться ракетные химические двигатели для достижения желаемой орбиты До начала работы вся конструкция находится на земле Ротор постепенно и медленно раскручивается, и вся конструкция поднимается, принимая финальную форму Для удержания конструкции нужно, чтобы ротор двигался постоянно Нужно всегда снабжать его энергией Понятно, что такая длинная штука, как ротор, массой до 15 тысяч тонн Еще и постоянно двигающаяся с такой скоростью, будет обладать огромной кинетической энергией Если бы произошел какой-то катастрофический сбой, и вся эта энергия нашла бы выход Это могло бы быть по мощности сравнимо с неслабой такой атомной бомбой Поскольку катастрофу исключить нельзя, то должна быть целая система защитных мер В первую очередь, петля должна сооружаться далеко от заселенных регионов Например, в океане, и желательно, чтобы минимально зацепить загруженные судоходные маршруты Наиболее эффективно размещать петлю в районе экватора Вот тут на карте желтым отмечены несколько предполагаемых локаций Также петля должна обладать необходимыми датчиками, чтобы зафиксировать проблему И системой сброса ротора, чтобы не разрушилась вся конструкция Предполагается, что таким образом можно запускать не только спутники на низкую околоземную орбиту Но и на геостационарную, и даже запускать аппараты к Луне Лофстром писал, что одна петля могла бы запускать в космос по 85-тонных аппаратов Не в месяц, не в день, а в час По оценке Лофстрома, при стоимости конструкции в районе 10 миллиардов долларов В зависимости от параметров Можно снизить стоимость запуска одного килограмма до 3 долларов Хотя понятно, что тут может быть много переменных, которые повлияют на финальную стоимость Идея, конечно, очень интересная, жаль, что пока никто никакой петли Лофстрома не строит Очевидно, что воплотить такой грандиозный проект непросто Гигантская конструкция, огромное количество требуемой энергии, сколько всего нужно согласовать Но это не невозможно в принципе По идее, в основе концепции лежат принципы и технологии, которые нам или известны, или уже используются так или иначе сейчас Вообще неудивительно, что возникали и возникают проекты вроде космических пушек, трамваев и пусковых петель По мнению многих, в том числе и авторов проектов, о которых я сегодня рассказывал Одних только современных химических ракет для расширения исследования и освоения космоса будет просто недостаточно Нужны альтернативные и более дешевые способы запускать грузы и людей в космос Не факт, что в итоге этими способами окажутся именно эти проекты Может быть, это вообще будет что-то принципиально новое Но время покажет Друзья, спасибо за просмотр Поддержите меня лайком и комментарием, чтобы видео активнее рекомендовалось Ютубом и его увидело больше людей И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами Пока! Знаете, какие перегрузки при этом мог испытывать снаряд? 5G? Ой, же джи, да? 5G блин, же? 5G? Ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру Ну, это число